Здравствуйте! Что едят жители Чувашии на завтрак, обед и ужин? Что думают о качестве услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания? Как поведение людей самых разных категорий населения влияет на состояние здоровья? Такие любопытные исследования провел Чуваштат. Об этом поговорим сегодня. Гостью в нашей студии руководитель Чуваштата Эльвира Максимова. Эльвира Геннадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Чуваштат провел исследование рационного питания жителей Чувашии. С удовольствием сама приняла участие, но, к сожалению, ваш опрос прошел мимо меня. Вы были нацелены на какую-то определенную группу населения? Нет. При проведении любого нашего обследования мы, конечно, формируем правильные выборки. И выборки для этих социально-демографических обследований у нас формируются вообще на федеральном уровне. То есть Росстат определяет, что все регионы должны попасть. При этом используется база данных переписи населения 2010 года. Затем должно быть представлено и город, и село, мужчины, и женщины, семьи с различным достатком, с различным составом семьи, количеством детей. Поэтому нам определяется населенный пункт, улицы, дома, которые включаются в то или иное обследование. И мы уже работаем с этой категорией домохозяйств. Но если вы желаете принять участие, мы, конечно, с удовольствием опросим вас лично при следующих обследованиях, потому что это будет действительно богатый, наверное, опыт для вас лично, как журналист. С удовольствием приму участие. Но о чем спрашивали люди-переписчики? Я так подозреваю, что едят на завтрак, на обед, на ужин, сколько едят. Какого рода вопросы были? Да, обследование рациона питания в этом году проводилось в России впервые. При этом мы обследовали не только один раз, а именно, как меняется наше питание в зависимости от времени года. То есть весной и осенью там у нас и частично пост попал, и сейчас осенью обследовали уже, с учетом того, что урожай собран, и разнообразие продуктов, других плодовощных, овощей, фруктов у нас на столе повысилось. Спрашивали население о том, дома оно питается или на работе, или в общественных местах. Чаще используют, допустим, кафе быстрого приготовления пищи. Какое питание вообще в образовательных учреждениях получает? Как часто, как регулярно питается? Избыточные калории, неизбыточные калории? Как он оценивает свое состояние здоровья при этом? Также, откуда он знает о том, и знает ли он вообще о том, как правильно питаться? Из каких источников у него эта информация есть? Но при этом, когда переписчик пришел к населению, к нашему респонденту, он опрашивает его о том, что он съел за предыдущий весь перечень блюд и продуктов, которые он съел за предыдущий день нашего прихода. И на завтрак, и на обед, на ужин, включая все перекусы, в том числе и количество, и качество питания. Ну, исходя из этого, мы думаем, что посмотрим, какая энергетическая эффективность нашего питания, и как она соответствует нашим энергозатратам, и насколько сбалансировано питание с точки зрения потребления белков, жиров, углеводов и всех необходимых организмов микроэлементов. Результаты, наверное, пока рано подводить, они будут подведены где-то к середине следующего окуда, поправьте, если ошибаюсь. Сейчас только закончили, вот в октябре, именно второй этап опроса, и у нас в Чувашстате на сегодня идет только обработка этих данных, то есть у нас только сдают интервьюеры, информацию. С нетерпением будем ждать этих результатов. И еще одно исследование, которое вы проводили, тоже очень любопытное, например, того, насколько мы удовлетворены тем, какое образование получаем сами наши дети в учреждениях образования. Как лечимся в больницах, лечением в больницах, довольно или нет, социальным обслуживанием. Вот обследование Чувашстата, данное обследование проводил выборочно. Круг домохозяйств, ну, небольшой по сравнению с другими, всего 110 домохозяйств. При этом Канаж, Чебоксары, Новочебоксарск, Канажский и Урмарский районы у нас только попали в выборку. И, конечно, хотели узнать, насколько необходимы населению у нас те или иные виды услуг, насколько они востребованы, и как население получает эти услуги, довольны ли они объемом услуг, качеством этих услуг, и как они, конечно, в конечном счете влияют на благосостояние семьи. И интересно было, конечно, узнать, какие вопросы вообще там есть для нас, для самих, как специалистов, потому что, конечно, статистики в основном и для большинства жителей и граждан связаны с работой с нашим бизнесом, с нашими хозяйственными структурами. Это только в последнее время вот такие обследования у нас проводятся, когда мы обращаемся непосредственно с населением и изучаем его портрет и состояние, его состояние. Как оно реагирует на те изменения в экономике, которые есть, уже с другой стороны. Люди-то охотно отвечают в итоге на вопросы в общей массе или все-таки нет? И как реагируют? Потому что случаи бывают разные. Во время одной из всероссийской переписи у нас люди с юмором подходили к вопросам, которые задавали переписчики и говорили, что появились тогда у нас и гоблины, и различные национальности. Для людей, которые заботятся о своем здоровье, они интересны и они активно принимают участие. Кто-то сам ведет и дневники питания, и следит за своим здоровьем. Поэтому есть отклик со стороны населения. Серьезно отвечают на вопросы? Да, конечно. Понимаю важность дела. Мы надеемся, что серьезно, да. А сколько всего-то у вас в итоге? Три обследования, да? В этом году три обследования и до 2020 года ежегодно предполагается, что не менее трех обследований различных будет проводиться в России по социально-демографическим проблемам. Но из тех, которые еще не были, хочу назвать некоторые, это использование труда мигрантов, это профессиональное трудоустройство выпускников образовательных учреждений, участие населения в непрерывном образовании. В следующем году будет обследование по использованию суточного фонда времени населения. То есть достаточно интересные, которые вообще не проводились еще в России никогда. Но все они касаются как раз людей, обычных людей. То есть общество, экономика, жизнь ставит новые задачи и РУССАТ их решает. Впереди нас ожидает еще и микроперепись. В октябре 2015 года, вот у нас буквально недавно прошла всероссийская перепись, зачем нам еще и это? Это принято так во всем мире, что в перерывах между большими переписями проводится микроперепись. Предполагается, что не менее 1% домохозяйств будет опрошено. Для нашей республики это порядка 5000 домохозяйств. Но с учетом на одно домохозяйство два с лишним человека, у нас около 10-15 тысяч человек населения мы должны опросить. И, конечно, это уточнить наши оценки по текущей статистике населения, насколько мы точно оцениваем на основании данных ЗАГСов, на основании данных миграционной службы. Посмотреть, как выполняются программы государственные в области демографии. И опробовать новые бланки форм, опробовать новые методы опроса. В частности, предполагается, что переписчики у нас пойдут сегодня не с бланками, а должны пойти с планшетными компьютерами. То есть это новое лицо российского переписчика. И вносить сразу информацию в компьютер. И весь контроль, он сразу как бы проходит, выходит, может сразу задать вопросы, которые остались невыясненными. И также Россия говорит о том, что необходимо предоставить возможность населению предоставить о себе данные через интернет. В 2016 году у нас ожидает Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Ну, есть мнение, что подобные переписи проводятся исключительно для того, чтобы сосчитать, сколько у нас домохозяй, сколько крестьян, скажем так, а потом обложить налогом. Ну, это совершенно неправильное мнение, конечно. И при переписи 2006 года, я думаю, вы помните, что много говорили о том, что обложат и налогом, и введут какие-то новые налоги. Но прошло уже столько лет, и ничего не было. Конечно, задача оценить состояние развития сельского хозяйства. Но для нашей республики это особенно актуально, потому что у нас очень много населения занято в личном подсобном хозяйстве, занимается сельскохозяйственным производством. Поэтому оценки там проводятся на основе выборочных обследований. Поэтому такие сплошные обследования, они очень нужны. Они вообще нужны очень. И это же не только инициатива России проводить такие обследования. Это во всем мире они проводятся раз в 10 лет по нашему законодательству. Уже в 2016 году 10 лет проходит с момента предыдущей переписи. Спасибо большое, Эльвира Геннадьевна, за такой интересный рассказ. Вам удачи в делах и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»